Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала. Сегодня крайне важная лекция с названием «Самые полезные продукты для печени и от чего она больше всего страдает? Что можно, а что нельзя есть и пить?» А также вы узнаете, насколько легко убить печень, в прямом смысле, парацетамолом и его аналогами. Сейчас вы узнаете, какие продукты привычны вам и не очень полезны для печени, а какие вредны. А в конце этого видео я дам вам важный список моих лекций по проблемам, связанным с печенью, для более детального моего объяснения вам и более глубокого вашего понимания данной темы. А сейчас я коротко расскажу вам о важных мерах, направленных на оздоровление, на регенерацию клеток печени. А пока человек жив, печень возможно восстановить, если, конечно, человек поймет причины своих проблем и серьезно возьмется за их устранение. Знание – это сила. Вот вам знание. Слушайте внимательно и пересылайте ссылку на это мое данное видео своим знакомым и родным для их же блага. Итак, четыре пункта. Первый пункт – то, что полезно для печени. Первое. Самые важные и полезные продукты для печени – это все, что желтого цвета на вид и пищевые горечи. Это в общем. Второе. Травы желтого цвета с желтыми цветками. По рекомендациям травников их надо пить в виде напаров. Это полынь, бессмертник и прочие травы. Ну и, конечно же, печеночные травяные сборы с ними. Третье. Расторопша. Нужно размалывать семена, принимать порошок по одной столовой ложке три раза в день, до еды минут за 30-40 за час, или после еды через 40 минут, час, не так важно, принимать, запивая теплой водой. Итак, 5-8 месяцев к ряду и печень будет как новая. Это одно из самых сильных на планете гепатопротекторных средств, то есть восстанавливающих клетки печени. И об этом я говорил в своем главном видео про печень от 15-го года. Четвертое. Брокколи и проростки семян брокколи. Непременно посмотрите вот это мое видео. Пятое. Дикоросы. Это и листья дуванчиков, лебеда, сныть, крапива, мокрица, корень лопуха. Об этом у меня есть видео на моем канале. В разделе зелень дикоросы. Шестое. Зелень культурная. Такая как руккола, петрушка, кейл, мангольд. Это листовая свекла, кто не знал. И то, все то, что горькое на вкус. Седьмое. Лук, хрен и чеснок. Чеснок это идеальное желчегонное средство, что крайне важно для печени. Свекла, говоря о корнеплодах, тоже очень полезна для печени. Как и свекольный сок, только в небольших количествах. Восьмое. Дикий и перезимовавший, тем более если он дикий, мед. Полностью ферментированный, созревший, с высоким диастазным числом. Он помогает печени очиститься от сгустков желчи и камней. И такой мед, потому что вы будете спрашивать, есть на нашем сайте надгар.ру. В разделе продукты пчеловодства, подразделе мед. Девятое. Грибные препараты из высших базидиальных грибов, обладающих гепатопротекторными мощными свойствами. Это трутовик лиственничный. Издревле лечили им проблемную печень и поджелудочную железу. А также гриб лисичка, который содержит еще и вещество хиномоноза, которое растворяет, убивает даже яйца гельминтов, прерывая циклы развития паразитов. Потому антипаразитарную программу я рекомендую употреблять всем два раза в год, проходить эту программу. Поскольку паразиты есть у всех людей, вопрос только их количество, стадия развития в организме, мест дислокации в организме и так далее. То есть по сути это два в одном. И гепатопротекторная программа, и антипаразитарная. Вот она и ссылочка будет в описании под этим видео на эту программу, чтобы вы ее, кому интересно, сразу могли найти. Десятое. Квашеная капуста. Очень полезная. И вообще вся ферментированная продукция. И все крестоцветные, то есть разные виды капусты, очень полезны для печени. Одиннадцатое. Тут уже вещества, такие как лицетин. И такие витамины, как вся группа В, линейка В1, В2, В9 и так далее. Витамин А, витамин Е. И такие минералы, как селен, особенно и цинк. Двенадцатое. Витамин С надо выделить отдельно. Огромное значение и польза, но только не синтетические, никакие не аскорбинки, а только натуральный, органический и самый лучший, вот этот, концентрированный, полученный из растений в жидком виде концентрат витамина С. Тринадцатое. Такие суперфуды, как хлорелла и спирулина. Это водоросли, это натуральные продукты. Но они в себе концентрируют огромное количество витаминов, особенно группы В. Помимо этого, в их составе активный хлорофилл и много другого важного. Четырнадцатое. Льняное масло. Особенно льняное, хотя и кунжутное, и органовое, и масло расторопшее тоже можно. Но вообще речь идет про разные жиры. Жиры для печени полезны, но только при отсутствии избытка сахаров в вашем питании. Только в этом случае. Иначе жиры, избыточные жиры, пойдут во вред. Уберите из рациона питания сахара. Пятнадцатое. Ламинария и фукус. Они выводят тяжелые металлы из организма. Они, по сути, детоксиканты печени. В этом смысле, самый лучший продукт два в одном. Именно вот этот, биолам. Нативная форма. И никакой иной. Шестнадцатое. Грейпфрут. Да, он полезен, особенно при прохождении программы по очищению при голодании. Семнадцатое. Тыква. И тыквенные семечки. Но не для постоянного потребления, а только небольшими курсами. Как дополнительное средство. Второй пункт. Теперь я расскажу о некоторых иных мерах, препаратах, курсах. А потом расскажу то, что не любит печень. Да, лечебное очищение и голодание очень разумны. Очень большая польза от него может быть. Но если только к нему есть верная, правильная подготовка. И потому мое видео про лечебное очищение и голодание будет вам очень важным, чтобы вы не сделали ошибки, которые делают, к сожалению, многие. При голодании действительно происходит очищение организма. А при длительном голодании даже на клеточном уровне. И, конечно, запускается процесс аутофагии. То есть самоочищение клеток. И происходит регенерация клеток наших органов. В первую очередь печени. И очищается кожа. Улучшается самочувствие. Но важно, и я не устану всегда это подчеркивать, чтобы при прохождении данного курса не было у вас в организме паразитов. Я это много раз пояснял. Но посмотрите хотя бы вот эту мою лекцию на данную тему. Также я рекомендую концентраты трав с гепатопротекторными свойствами. Например, огневка лонг или жива номер 5. Ну а лучше всего, конечно же, комплексный подход. Поэтому я советую набор для восстановления печени на 4 месяца. Вы найдете эти препараты и конкретно этот набор на нашем сайте nadgar.ru. Ссылочка в описании под этим видео будет. Очень важны антиоксиданты, полипринолы, биофлавоноиды из кедра и пихты. Они также важны для поддержания энергетического обмена в клетках, тем более печени. Это препараты Т8, Экстра и Стоун, Дегидрокварцетин и Биокедр. Конечно, нужно улучшить пищеварение и убрать, у кого есть, дисбактериозные состояния, СИБР, то есть синдром избыточного бактериального роста, синдром дырявого кишечника непременно. Ведь если кишечник работает неправильно, не справляется с пищеварением, токсичные вещества отравляют печень, и печень может не справляться со своими очистительными способностями, если нагрузка на нее слишком велика. В наши дни нагрузка на печень ложится все больше и больше, и это связано в том числе и с плохой экологической обстановкой, и с неадекватными и вредными продуктами питания. Живая водородная вода, как растворитель токсинов и антиоксидантная защита, очень важна для печени. Ну и, конечно, надо убрать все то, что разрушает печень. А что же разрушает печень? Вот мы и добрались до третьего пункта. Итак, пункт номер три. Печень – главный фильтр и очиститель нашего организма, и она больше всего страдает от, первое, алкоголя, любого, особенно пива, от табака, любых красителей, тяжелых металлов типа ртути и свинца, и прочей химии в еде, ну и, конечно, в воде. Второе – от сахара, от большого количества быстрых углеводов, даже натуральных, не только синтетических. От них будет ожирение печени и другие ее болезни. Смотрите мою лекцию «Инсулинорезистентность» и вот эту еще одну лекцию «Почему хочется есть сладкое». Третье – вредно для печени и мяса, и другие высокомолекулярные белки, и продукты их распада. Дело в том, что продукты их распада, когда человек ест их в больших количествах, травят печень и, конечно, почки. Четвертый пункт – вареные крахмалы. Это клей, клейстер. Помните, как варили в советские времена? А кто не помнит, не застал эти времена. Спросите у своих родственников и близких. Для клейки обоев варили крахмал или белую пшеничную муку. А пятый пункт – это другой вид клея. Молочный белок – казеин. Казеиновый клей – прекрасный столярный клей. Его так раньше и использовали. От этих клеев происходит как бы слепание склейка. Клеток печени гепатоцитов и их фильтрующая способность прекращается. Так появляется варикозное расширение вен и геморрой. И об этом я говорил в своей лекции о печени. Шестое. Переедание вообще и еда после 18.00. Посмотрите мое видео «Почему не стоит есть после 16.00». Второе видео в этой связи – раздельное питание. И третье видео – калории. И вы все однозначно поймете. Седьмое. Стрессы и последующие после них спазмы ухудшают питание самой печени и фильтрацию крови печенью. Восьмое. Паразиты, такие как печеночные сосальщики, апистархоз и различные простейшие типа лямбли. Конечно, они разрушают печень. Тот же апистарх просто ест клетки печени. Заразиться этими паразитами проще простого. Вот моя главная лекция от 14.00 года. По основным видам паразитов непременно кто еще не смотрел. Посмотрите, это информация жизненно важная. Девятое. Вирусы различные. Да, они враги печени и они вызывают и гепатиты, и онкологию, и цирроз печени. Например, разные вирусы гепатита, цитомиголовирус, Эпштейн-Барр и прочее. Ну и десятое. Знайте, дорогие товарищи, что парацетамол и его аналоги не просто вредны. А данные препараты являются главными причинами, стоящими на втором месте в мире по причинам пересадки печени. А в США на первом месте. Дело в том, что в состав парацетамола и его аналога входит вещество под названием ацетаминофен. Это и такие безрецептурные лекарства, как террафлю, которые, возможно, вы считали безвредными. А это вещество просто уничтожает клетки печени. А при жирной печени, алкогольной печени, при приеме антибиотиков, антидепрессантов, при повышенном сахаре в крови. И под воздействием других факторов, когда печень и так ослаблена, она резко истощает запасы глутатиона, важнейшего антиоксиданта для печени. И далее происходит просто некроз гипотоцитов, то есть основных клеток печени. Я должен был вам это сказать, а вы уже решаете сами, что с этим теперь делать. Все остальное и прочее вы найдете в моих лекциях и гораздо более подробную, доходчиво поясняемую информацию. Ссылки на эти видео будут прямо под этим видео. И в этой связи вот вам последний четвертый пункт, то есть конкретно список тех лекций, в которых я поясняю все о печени, о ее проблемах и путях ликвидации этих проблем и их последствий. И я очень рекомендую не лениться, а посмотреть их, ведь это жизненно важная информация. Первое. Первые признаки больной печени, их видно по ногам. Второе. Печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, болезни и лечение. Лекция моя главная от 15-го года. Третье. Гепатит, лечение гепатита АБЦД, лечение болезни печени. Четвертое. Гриб-лисичка избавляет от паразитов и лечит печень. Пятое. Гриб-трутовик, лечение печени легких и не только. Шестое. Как растворить камни в желчном пузыре и печени без операции. И седьмое. Красные точки на теле, гемангиомы, ангиомы. Что делать с красными точками на коже и что они означают. Ну а также другие мои видео, о которых я сегодня говорил, упоминал. Все это будет в описании под этим видео. И если вы под видео в ютубе нажмете слово еще, то откроются вот как это происходит. Ссылки. В том числе на мои видео, которые я рекомендовал вам посмотреть. А также на те товары, о которых я говорил. И если захотите, переходите по этим ссылочкам и сможете их приобрести. Обязательно поделитесь ссылкой на данное видео с вашими друзьями, коллегами, товарищами. Помогите распространить мне данное видео. Пусть это будет вашей благодарностью мне за мой труд и время, которое я трачу на создание данных видео. Все честно и справедливо. Ну а на этом все. Я желаю всем хорошим, честным и порядочным людям крепкого здоровья. Увидимся в новых видео. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok